Дианисий Казанцев Экспонатов, посвященных российскому образованию в период царствования четырех императоров, от Николая I до Николая II. Среди них абсолютно уникальные, которые экспонируются вообще впервые в истории. Допустим, письма великого князя Сергея Александровича к его воспитательнице, прейлине Анне Сергеевне Тютчевой, вообще никто никогда в жизни не видел. То есть вы здесь можете сделать открытие. За два года, пока длилась реставрация бывшей Усовской начальной школы, здание вновь обрело свой исторический внешний вид. Были сохранены кирпичи, балки и проемы флигеля императорской усадьбы Ильинское Усово, где в 1873 году при попечении императрицы Марии Александровны открылось народное училище для крестьянских детей. Прекрасный музей, отличная атмосфера, уникальная коллекция. Я думаю, что она будет пополняться, еще более будет интересная, разнообразная. Это точно для всех жителей Подмосковья, для Одинцовского округа, точка притяжения. Да я думаю, для гостей, которые приезжают, которые увлекаются туризмом и паломничеством, это будет точка притяжения, точка культурного наследия в рамках федерального проекта императорский маршрут, или в рамках наших экскурсионных маршрутов по Подмосковью. Похвальные листы второй половины 19-го, начала 20-го века, классные журналы, дневники, зачетные книжки. История народного образования здесь собиралась по крупицам. Некоторые представленные на экспозиции письма удалось выкупить на европейских аукционах в последний момент и с трудом перевести через границу. Это, конечно, потрясающе, что у нас есть возможность, у нас, у наших детей, которые сюда будут приходить, в том числе и школьников, прикоснуться к истории, прикоснуться к подлинникам. Поэтому я считаю, что это огромное событие в культурной жизни Московской области. И с этим я всех нас и поздравляю. Экспозиция посвящена начальному народному образованию, церковно-приходским школам, а также системе воспитания и образования в императорских и великокняжеских семьях. Помимо подлинных документов, старинных артефактов и фотографий, представлена документальная кинохроника и интерактивные обучающие игры. Это очень важно, потому что музеи-склады, как я говорю, они ушли уже давно в прошлое. Музей сейчас абсолютный партнер. Это синергия с театром, с музыкой, я не знаю, там еще с наукой и так далее, и так далее. Я надеюсь, что наша вот эта маленькая жемчужина, которая в ближайшее время станет частью Зенегородского государственного музея, также будет жить своей жизнью и станет домом для каких-то ребят. Всем благотворителям, меценатам и помощникам вручили благодарности от Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. А после торжественного открытия музея для гостей провели экскурсию и достаточно подробно рассказали историю практически каждой вещи. Когда открываются такие музеи, мы можем дать возможность детям, подрастающему поколению, реально прикоснуться к нашей истории, к настоящей нашей истории, не переписанной, не переделанной, узнать историю этих удивительных людей, узнать историю нашего дома Романовых. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.